Приветствую вас, дорогие подписчики. Давно не выходило видео на ютубе и сегодня я решил поговорить с вами об ошибках, которые я допускал в бизнесе, которые мне очень дорого обходились, но в конечном счете дали мне очень крутые уроки, благодаря чему я вырос. То есть ошибки, которые допустив, я смог вырасти. Понеслась. Сразу хочу сказать, что я не буду обсуждать ошибки новичков, они достаточно банальны и уже даже, кстати, известны. Сейчас я буду говорить об уникальных случаях именно моих. За 10 лет бизнеса их было на самом деле очень много. Я буду говорить не о всех, потому что сказать, что ни разу не ошибался, это было бы очень смешно. Я буду говорить с вами именно о тех ошибках, которые мне наболее запомнили за эти 10 лет. И первая ошибка, которую я сделал, это делегирование на управляющего всех по научи сразу. В чем суть этой ошибки? Когда у тебя бизнес очень долго находится и когда ты очень много лет в нем варишься, у тебя возникает единственное желание наконец-то передать ответственность. То есть снять с себя основные рутинные задачи, чтобы твой управляющий делал. И так как это уже наболело, ты начинаешь искать максимально быстро два человека. И когда же ты находишь, даже если ты сделал все правильно, то ты сразу скидываешь на него все. И эта ошибка, которую я сделала, это все привело меня к сумасшедшим потерям в дальнейшем по финансам. Дело даже не в том, что человек может быть плохой, что ты его не проверил со временем. Дело в том, что он никогда не будет разбираться в твоем бизнесе сразу сходу, так как ты в этом понимаешь. И если ты его делегируешь в полномочии, то, а, надо делегировать их последовательно, потихоньку наращивая. И более второй важный момент – это контролировать. В любом случае надо постоянно смотреть в четность, постоянно смотреть, что он делает, постоянно анализировать. Нельзя полностью доверяться. Мне это стоило порядка, по-моему, 20 тысяч долларов по падению, конечно, в счете на вот эту вещь. И надо вводить в должность постепенно. И сейчас это привело к тому, что я с управляющими намного-намного осторожнее поступаю. Ошибка номер два, которую я делал, когда хочется быстро заткнуть вакансию. В бизнесе очень часто бывает, особенно в отделу продаж, когда ты… Есть правила, которые я в свое время себе выработал. Никогда нельзя брать первого попавшегося дела. То есть, врач человек на вакансии, вот сразу берешь. Всегда нужно осматривать минимум 20 кандидатов. 10 программ, ну, хотя бы 10, пусть будет так, чтобы не сильно вам усложнять. И если даже ты смотришь, а с третьего кандидата, и он тебе прям нравится, никогда не стоит брать. И каждый раз, когда я себе, блин, ну, он такой крутой, надо его брать, всегда на этом попадал. Вот у меня это такое прямо золотое правило, которое я научился, что если ты, кто бы тебе не нравился, отсмотри 20 кандидатов, и ты всегда потом, и даже если он тебе, это твой для тебя сотрудник, крутой, ты всегда к нему найдешь, и ты его вернешься. Ему вернешься. Но когда ты берешь первый попавшийся, ты не всегда попадаешь в действительно хорошего. Он просто смотрится хорошо по сравнению с теми, кто обычно приходит, и это все приводит к краху. Третий бизнес ошибка, который у меня бывает, называется слепая вера к партнерству. Когда ты берешь себе партнера, чаще всего ты делаешь это эмоционально. Тебе нравится человек, в который, как он тебя позиционирует, какие вещи он говорит, и тебе кажется, что он крутой-крутой, что он реально классный. И только опыт и работа с ним показывают, что чаще всего за спиной у него ничего нет. И до особо-то больших-то достижений нет. Поэтому любого партнера, какого бы ты ни брал, всегда проверяй. Пробей его, познавай, где он работал, с кем работал, позвони этим людям, уточни о нем информацию. О хороших людях редко говорят плохо. Конечно, есть исключение из правил. Конечно, надо пробивать, но надо пробивать факты, не мнение людей. И это спасает от многих в дальнейшем ошибок. Каждый берешься человека, проверяй его временем. А еще лучше деньгами. Пусть он тоже вкладывает в свой проект. Ничто так не фильтрует человека, как фильтр деньги. Если человек вкладывает в деньгами, то он готов как минимум это рисковать. Если он постоянно оправдывает, что у людей денег нет и так далее, это все сложнее, намного сложнее в дальнейшем будет. Еще одна серьезная ошибка, но она очень распространенная, и она в свое время дала мне, я бы сказал бы так. Если бы я не стал бы играть этой ошибкой банкротом, наверное, я бы не сразу бы понял, в чем проблема. Но когда ты попадаешь на 60 тысяч долларов именно из-за этого, ты как-то умнеешь, я бы сказал бы. И ошибка, никогда не стоит тратить деньги компании в свою пользу. То есть, я понимаю, что когда у тебя малый бизнес, когда я делал у меня все вообще-то прощательно мне, то вынимать деньги с бизнеса в любой момент тебе удобно. То есть, ты понимаешь, о, хочу взять себе новый iPad, новую квартиру, новую машину, непринципиально. И вот когда ты начинаешь вытягивать деньги, редко у малого бизнеса, у меня так было, существует хорошая система учета финансов, чтобы понимать и предубеждать кассовые разрывы. У всех есть расходы ежемесячные. То есть, например, ты понимаешь, что там 5-го часа ты платишь аренду, 25-го ты платишь зарплату, 14-го часа ты должен оплатить подрядчику и так далее. Если это распланировано, ты видишь, какая сумма на какой этап должна быть. Я начал писать, понимая, что мне нужно там 2000 долларов на аренду платить, я начал откладывать 600 гривен каждый день с кассы для того, чтобы в конечном счете накопить. И ты всегда понимал, что у тебя всегда были деньги на зарплаты. Но когда ты делаешь, вытягиваешь деньги для себя, потому что тебе очень хочется, ты не учитываешь чаще эти кассовые разрывы, что может привести потом к сумасшедшим задолженностям и накапливаться такой ком, и ты в конечном счете проваливаешься. Еще одна ошибка, которую я делаю, наверное, такая из глобальных таких серьезных ошибок, это распыляться, терять фокус. В том формате, что когда у тебя начинает получиться бизнес, ты сразу думаешь, можно легко масштабироваться, это два, три, четыре предприятия. Нет. Все равно любой бизнес требует твоего внимания. И для того, чтобы им управлять двумя, тремя, четырьмя, пятью компаниями одновременно, ты должен перейти на уровень владельца бизнеса, на уровень стратегов компании. То есть у тебя должна быть выставленная команда, когда тебе не придется делать ничего руками. Иначе, в конечном счете, знаете, как когда ты меняешь, перекидываешь файл с компьютера на компьютер или с флешки на компьютер, то когда ты скидываешь один файл, даже тяжелый, допустим, написано, что перекидываться будет час. Но если ты скидываешь два файла по половине этого размера, то есть не на гигабайт, допустим, а по два по 500 метров, то ты не получаешь тот же час, ты получаешь намного дольше. Две задачи. И это два раза больше процессов, которые возникают, даже если тебе очень понятно. Создавать несколько компаний нужно, чтобы создавать команды, начисто управлять другими людьми. Стоять руководителем в чистом виде. Тогда все это управление сводится в делегировании, здесь уже нет ограничений по командам. То есть ты можешь управлять 10-50 компаниями одновременно, с тобой серьезные, сильные люди, на которых ты можешь положиться. Но если ты пока все делаешь самостоятельно, не распалясь на несколько проектов. Скорее всего, ты потерял энергию от предыдущего проекта, потому что ты потерял цель, ты не понимаешь, что тебе делать, ради чего делать, тебе все стало монотонно. Лучше находить больше мотивации в том проекте, чем перефокусироваться. Скорее всего, ты потеряешь и то, и другое. И я так попадал. И потерял компанию на этом, даже с хорошими партнерами, только потому, что я был не готов управлять еще одной компанией. И это ошибки, которые делают уже на опыте. И я советую тебе их избегать, а возможно, даже по-честному попробовать на себе повторить и понять, что так не надо делать. И в любом случае, в свое время, я сделал какой-то вывод, когда я консультировал очередную компанию, очередного парня, проводя очередной тренинг, у меня будет случилось такое откровение, что я не могу заставить вас не делать ошибок. Как бы я ни делился своим опытом, ни показывая всю внутреннюю кухню, что мы делаем, как мы делаем, вы все равно делаете те же самые ошибки. Я тебе говорю, не стоит запускать этот бизнес, ты его запускаешь, а ты проваливаешься. И я осознал, что вы на ошибках учитесь намного лучше, чем на моих ошибках. Тогда моя задача стала делать простую вещь. Взять и ускорить. Все ошибки, которые я делал 5-8 лет, заставить вас делать за один год. Взять и сжать срок вашей реальности, и чтобы помочь вам сделать конструктивные выводы, исходя из этого. И это позволяет очень людям быстро расти. Может, поэтому у нас такие сумасшедшие результаты в коде бизнеса, потому что я не лишаю вас возможности ошибаться. И даю вам возможность сделать конструктивные выводы. С вами был Игорь Граф. Не забывай подписываться на канал, ставить лайк этому видео и развивайся. Не задавай свои вопросы в комментариях. Пока.